Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем 12 главу книги «Судей Израилевых». Читаем в переводе российского библейского общества. 11 глава, напомню, была посвящена истории израильского судьи Иефая. Он был незаконно рожден сыном своего отца. В детстве его изгнали. Братья сказали, что не наш брат, потому что рожден от продажной женщины. Он стал разбойником, атаманом разбойнической шайки. И когда случилась беда, когда враги напали на Израиль, Бог попустил это из-за отпадения Израиля от исполнения заповедей, из-за того, что израильтяне стали чтить ложных богов, языческих богов, вот тогда, во время беды, старейшины Глада отправились к разбойнику Иефаю и сказали, «Приди, правь нами, возглавь сопротивление, стань нашим вождем!» И после некоторых уговоров Иефай согласился, действовал уже не как разбойник, а как правитель, как дипломат, переговаривался с врагами, пытаясь предотвратить войну, но это не удалось. Война наступила, он победил с помощью Божьей, принес страшный обет, что он принесет в жертву первого, кто выйдет ему навстречу после победы. Первая вышла его дочь, встречающая его с песнями, с плясками, с бубнами. Вот все эти события описывались в 11 главе. А сегодня мы читаем, что было дальше. Читаем 12 главу. Ефремлине собрались, пришли в Цафон и сказали Иефаю, «Почему ты не позвал нас, когда шел воевать с аманитянами? За это мы сожжем тебя в твоем собственном доме». Ефремлине, то есть потомки Ефрема, одно из колен Израилевых. Вместо того, чтобы благодарить Иефая за освобождение своих земель, они пришли с претензиями. Гражданская война происходит. Похоже на то, как в Древней Руси Мало того, что надо было отражать общую угрозу монголов, набеги других врагов. Разные князья сражались между собою, вместо того, чтобы сплотиться и противостоять внешнему врагу. И вот здесь разные племена сражаются между собою. И Ефремлине пришли войной с такой вот претензией. «Почему ты не позвал нас, когда шел воевать с аманитянами? За это мы сожжем тебя в твоем собственном доме». И Ефай ответил им, «У меня и у моего народа была жестокая расприя с аманитянами. Я взывал к вам, но вы не помогли мне. Когда я понял, что от вас помощи не будет, то сам пошел на аманитян. Я жизни своей не щадил. Господь отдал их в мои руки. Почему же теперь вы идете на меня войной?» Я, собственно, вас звал, просто вы не откликнулись. И когда уже война начиналась, то я понял, что бесполезно давать вас второй, третий раз. Вы должны благодарить меня, а не войной на меня идти. Ефай собрал всех жителей Глада и вступил в бой с Ефремлинами. Гладцы разбили войско Ефрема. Они кричали, «Беглецы Ефремлине! Глад меж Ефремом и Моносии!» Вот такое гражданское противостояние, гражданская война, внутренняя расприя, из которой Ефай выходит победителем. Правда за ним. Наверное, и сила тоже была за ним. Но главное, что правда за ним, истина за ним. И вот Бог дает ему еще одну победу над коленом Ефрема. Гладцы преградили Ефремлиным путь, захватив броды через Иордан. Когда кто-нибудь из беглецов Ефремлин говорил мне на тот берег, Гладцы у него спрашивали, «А ты не из племени Ефрема?» Он отвечал, «Нет». Ему говорили, «Тогда скажи «Шибуллет». А он не мог правильно выговорить, и произносил «Сибуллет». Его хватали и убивали у брода через Иордан. Тогда были перебиты 42 тысячи воинов из племени Ефрема. Вот так закончилась эта гражданская война. Ефремлине бежали, и Гладцы жестоко отомстили им. Такие были нравы в то время. Не дали им бежать, а хватали. Они выпришли с набегом. Ну так получайте. Вот такая была логика. Перегородили броды, то есть все возможные переходы через реку Иордан. И Ефремлине даже не могли покинуть их территорию, уйти к себе. Пытались они переправиться, выдавали себя за представителей других колен. Ты кто, спрашивали Гладцы, когда кто-то пытался перейти через реку? Уж не Ефремлине? Конечно, каждый говорил «нет», потому что Ефремлине ждала казнь. И тогда вот такую меру проверки придумали. Скажи «Шибуллет». Это еврейское слово, которое означает «поток», «река». Ты переходишь через реку, скажи «река», «шибуллет». Но Ефремлине говорили, как мы сейчас сказали бы, на другом диалекте. У них было другое произношение еврейских букв. И «шибуллет» не получалось сказать. Они говорили, что это похоже на «сибуллет». И вот по этому неправильному произношению становилось ясно, что переходит реку Ефремлинин. И его предавали казни. Страшная история. Но само по себе вот это слово «шибуллет», оно вошло даже в науку, лингвистику. Дело в том, что в истории человечества много раз что-то подобное повторялось, когда вот этническое происхождение человека можно было окончательно определить по произношению тех или иных слов. И вот в истории применяется вот это слово «шибуллет» в таком переносном смысле. «Шибуллет» — это какое-то такое слово-маркер, которое человек вот произносит и тем самым показывает, откуда он родом, в какое у него произношение. И в каждом языке такой «шибуллет» может быть свой. Ифай был вождем Израиля шесть лет. Затем Ифай из Галаада умер и был похоронен в своем селении в Галааде. Не очень долго. Не двадцать, не тридцать. Шесть лет он правил Израилем после того, как одержал схавную победу над амонитянами. В течение этого правления вот у него была еще и гражданская распро с Ефремом, гражданская война. И затем он был похоронен. После него вождем Израиля был Ифцан из Вифлеема. У него было тридцать сыновей. Совсем другая судьба. Это не разбойник, который не создал свою семью и имел только лишь одну дочь. А это, опять-таки, мирное время, мирный правитель, у которого несколько жен, тридцать сыновей, тридцать дочерей. Он выдал замуж. Шестьдесят детей у него было. Вот примерно поровну. Тридцать сыновей, тридцать дочерей. Он выдал замуж и тридцать девушек взял в жены своим сыновьям. Это показывает мирное, благополучное время. Множество детей. Играются свадьбы. Всем он устроил их семьи. Дочерей выдал замуж, а сыновей женил. Он был вождем Израиля семь лет. Затем Ифцан умер и был похоронен в Вифлееме. Шесть лет Ифай, чуть подольше Ифцан. Семь лет. Тринадцать лет прошло после войны. После него вождем Израиля был Илон из племени Заволона. Он был вождем Израиля десять лет. Двадцать три года прошло. Затем Илон из племени Заволона умер и был похоронен в Айагоне, что в земле Заволона. Потому что он оттуда родом. И старались хоронить там, в той местности, откуда человек происходил. Там, где жили его предки. После него вождем Израиля был Авдон, сын Халела из Пиратона. У него было сорок сыновей, тридцать внуков, которые ездили на семидесяти ослах. Вот еще несколько глав назад рассказывалось о стаде в тридцать ослов. А здесь двадцать три года благополучия, благоденствия и вот еще большее стадо, множество детей и огромное богатство. Стадо в семьдесят ослов у него было. Он был вождем Израиля восемь лет. Затем Авдон, сын Халела из Пиратона, умер и был похоронен в Пиратоне, что на Амеликитянских горах в земле Ефрема. Вот об этом, о правлении этих судей нам рассказывала двенадцатая глава книги «Судей Израилевых». Мы читали эту главу в переводе Российского Библейского общества для портала «Экзегет». А вот о том, что происходило дальше, будем читать в следующих главах книги «Судей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова